Ученые, филологи, лингвисты, ректоры и преподаватели высших учебных заведений, учителя-методисты, молодые педагоги из России, а также Луганской и Донецкой народных республик съехались в минувшую субботу в столицу ДНР, где открылся международный научно-практический форум «Русское слово в современном мире». Площадками для проведения второго дня форума были выбраны общеобразовательные организации Янакиева и Харциска. Вчера в актовом зале первой школы собралось почти четыре десятка преподавателей русского языка и литературы из образовательных организаций Большого Харциска. Местным педагогам выпала прекрасная возможность познакомиться с известными российскими филологами Ольгой Вороновой и Александром Трушиным, которые подготовили для харциских педагогов целый ворох полезной информации. Мы очень ценим учительскую аудиторию, тем более учителей ДНР, которые вместе с органами государственной власти, вместе с деятелями культуры, управлением образования работают на переднем рубеже защиты и сохранения русского языка. Сегодня в День русского языка, Пушкинский день, об этом особенно важно сказать, потому что именно на них лежит особая ответственность и особая честь быть здесь представителями великого русского слова на территории героического форпоста. Встреча не ограничилась лекциями и мастер-классами. Вниманию педагогов были представлены и записи нескольких музыкальных произведений. Александр Трушин признался, что помимо своей разносторонней филологической и образовательной деятельности сочиняет музыку. В основном это песни на стихи российских и донецких поэтов. В авторском альбоме композитора насчитывается около 200 композиций, 30 из которых посвящены событиям на Донбассе. Мы воспеваем в своих песнях «Героев Донбасса». «Героев Донбасса» у нас очень такая интересная песня о героических комбатах донецкого ополчения Мотороли и Иви. Песня казачья, песня об первом руководителе ДНР Александре Владимировиче Захарченко. И многие песни у нас о Донецке. У нас вальсы – город миллионов роз, женщины Донбасса – это именно вальсы. У харцизских педагогов в этот день была отличная возможность познакомиться с новыми для себя патриотическими музыкальными произведениями, принять участие в мастер-классах, узнать что-то новое на лекциях российских филологов. Уникальная возможность предоставиться учителям русского языка Большого Харцизка, принять традиции и инновации великих педагогов России, услышать красивое русское слово, услышать те современные подходы, которые сейчас внедряются в образовательные организации Российской Федерации. По окончании лектория харцизские педагоги получили соответствующие сертификаты. Продолжение следует...